Всем привет, дамы и господа, с вами Крестоносец, и сегодня мы продолжаем цикл видео из мультиплеера Soulstorm'а. Вашему вниманию предлагаю бой в режиме «Каждый сам за себя, за Тао». Спонсором данной серии у нас становится Эндрю Панин. Поехали. Так, свод, мы уже видите в самом конце списка наших сражений, которые были 39 тысяч лет назад, но все еще здесь, возможно, остались фуфа, я не проверял все, но думаю, что найдутся. Итак, карта Панрис Кенезина, мой ник JJXDay. А против меня были Дедюк Флит за Некров, Митенс за Космо и Севатар за Хаос. Смотрим. Попал мне контактный респ, который предполагает сразу начало битвы с оппонентом, находящимся напротив вас. Но, с другой стороны, для Тао там очень удачно обороняться, видите, с горы можно стрелять, пока противник оббегает, если нет штурмовиков, способных перепрыгнуть на вас. Красный микроконтроль, смотрите, как стоит гордо сервитор здесь. О, видите, Дюк пишет, она не достанет до моей, а моя-то достанет, ведь он уже обучает Хаоса. И сейчас он застрелит, походу, его раба, который даже и не видит, что его обстреливают. Вот он. Сдох, и, по-моему, сдох он даже под рабским трудом. Чудесный, видите, микроконтроль от Хаоса. По сути, насколько я помню, в этом бою самым опасным был именно Дюк, потому что он супер старый игрок. Просто охренеть, сколько боев, тысячи, десятки тысяч. А эти двое, я не знаю, ни того, ни другого. Поэтому для меня был самым опасным Некор. Хаос не сдается и пытается построить турель. Да, ведь и Дюк был прав, его турка-то достает, а у Хаоса не достает, она достанет, только когда будет ракетный. Но ему придется ее постоянно ремонтировать и тратить ресурсы. Нахрена он ее здесь поставил, и что он вообще хотел ее защитить, не совсем ясно. Ставить надо было ближе, но он не успевал, кстати, этого сделать, потому что рабов бы просто она застрелила. Надо было раньше ставить. Да, и в итоге он ее взрывает, потратил просто так деньги, можно сказать, пустую. И вот космодесайнник атакует Дюка, врываясь в центр, сразу фактически бежит, но получает мощный отпор от лорда и от бесплатных воинов. Турель продолжает стрелять, и строители стоят, чтобы ее отремонтировать. Очевидно, они довольно быстро, если есть энергия. Да, космарь вообще запамятовал, видите, про своих тут скаутов, про все на свете забыл. Усильно, наверное, читая, что же за юниты ему предстоит создавать прекрасно в этом бою, судя по тому, как он играет, именно этим он и занимался в этом сражении. Как я много раз говорил, не вижу смысла в подобных абсолютно боях. Если вы новичок, то нахрена вы заходите играть в мультиплеер? Разберитесь сначала, играя с компом, на какой-нибудь там средней или легкой сложности. Почитайте там все, рассмотрите, потом уже заходите в мультиплеер хоть... Ну, чтобы какое-то сопротивление оказать опытным игрокам. Иначе вы для них станете не мясом, а уже бифштексом от бивной. Ну, Хаус не совсем был бифштексом, он пытался защитить проход, просто некор Витти поставил раньше турель, но он не успокоился и воткнул вторую турель. То есть он видно, что что-то соображает, но до конца осознать не может. То, что ему предстояло в этом бою сделать, у него не было никакого плана, он тыкал турель. Пытаясь защитить проход, который уже захватил давным-давно некрон, у которого турель все равно будет стрелять до второго тира и дальше. Мне кажется, да, это еще одну турель. Дюк показывает, что когда-то давно, 41 тысячу лет назад он обучался в Белокаменной Академии, и именно тогда она была основана. Видите, небольшой исторический факт, который приоткрывается завеса тайны. Вот, смотри, строителя застрелил, прикинь, через проход снайперами. Исторический факт, который до сили был неизвестен. 41 тысяча лет назад Большой Пес основал Академию, которая воспитала величайших воинов в истории. Вселенной Вархаммера и 40-го тысячелетия. Столько турелька мастеров не знал мир до его учения никогда. Ну и сейчас, в последнее время, в последние периоды, их становится все больше и больше, потому что юные падаваны приходят, и они все еще верят в силу турелей на Т-1. Вместо развития, вместо войска, вместо экономики, что может быть лучше? Только шесть турелей. Да, ну тут, видите, полная хрень. Огнеметы. Снайперские винтовки. В общем, полная мешанина под названием, что увидел в казармах и, в общем-то, в инвентаре у сервитов, то и построил. Абсолютное непонимание игры за ксм-дисцентр. Но, тем не менее, недостаток скилла компенсируется упорством, и, видите, рвется, рвется, как назвать-то тебе, Миттенс. Миттенс рвется. Вперед встретить этого чувака, знайте, что он очень опасен. Хотя этот бой, говорю, был 39 тысяч лет назад. Может быть, сейчас Миттенс уже стал вторым на чемпионате мира и нагибает, как царь, 700 кликов в минуту. Может быть, он просто садится на клавиатуру и от движения его булок, так сказать, по клавиатуре, происходят величайшие победы в истории. А мы прикалываемся над ним. Но пока что он делает, мы видим, ассалт-скват и, в общем, нашел, но в казармах и посчитал, что это отличная идея против Некрона. Айдюк ставит вторую главку, второй монолит. Чтобы быстрее выводить, немножко ресурсов получить. Так, хаос-то два, и не стал он делать завод для техники. Ну, в принципе, логично, у него энергии практически нет. Я перехожу в Т3 и, вопреки моим ожиданиям, хаос не пошел на меня. У нас вообще был контакт только с Некроном, который решил всех одолеть на этой карте. То есть он и на меня напал, и на Космаря, и на Хаос. Если бы Космарь был бы соображающий, у него бы уже были проблемы сейчас. Ну, а ему повезло там. Действительно, юный падаван сразу, видите, после Белокэмной Академии. Он еще не прошел боевое крещение ни в одном реальном бою. И вот сразу его после, так сказать, учебки выкинули в битву. О, да, видите, атакует Некрон меня. Что ему насрать на космодесайнник. Он понимал, что угроза от Тао исходит. Потому что чувствовалось, что он играет как-то, ну, хотя бы более-менее вменяемо, в отличие от предыдущих двух персонажей. И поэтому он решил заняться мной более конкретно. В надежде, наверное, что те двое убьются, просто упав с этих гор и утонув в отравленной химикатами реке. Пытается мне экономику порушить. Надо было очень самонадея на нем лордом туда переться. У меня есть Кауион, прокачивается дальнобойность. И, в общем-то, я оттуда мог достать по нему. Но оно и так сваливает, и я не стал больше терять хп. Вот эта позиция для Тао достаточно удобная. Потому что ты можешь контролировать проход. Ты можешь контролировать частичный дальний респ. Ты можешь контролировать подход на свою базу. Если противник не может перепрыгнуть, то пока он оббегает в гору, он уже будет аннигилирован. Но пехота будет почти вся убита. Только, может быть, самая элита добежит. Да и вот эта позиция, на самом деле, тоже неплохая. Да, здесь оббегать меньше приходится. Но ты контролируешь проход. Ты контролируешь главный вход на базу в том числе. Но здесь сложнее добраться до края. То есть надо оббегать. Но обычно именно вот эти респы занимают дальние позиции позже. Потому что они дерутся между собой. И в этот момент вот респ Дюка и респ Миттенса они захватывают реликты. Потому что они-то могут не контактировать через центр. Просто точку один отдает другому и стоят ждут. Чем закончится разборка вот здесь. Но не всегда бывает. Здесь тоже идет контакт. Зависит от противника. От, в общем-то, его темперамента. Как он настроен на бой. Либо течется, либо он попытается прорашить. Смотря, вот явно видно очень хитрый план. Потому что я до сих пор не понимаю, что он хочет здесь сделать. Зачем-то еще и турель поставил. Тоже показывает видеть, что он обучался в Белокаменной Академии. Но у него там была оценка явно даже неудовлетворительная. Это был кол. Его, наверное, отчислили. Да, его отчислили после Белокаменной Академии. И он сразу решил доказать преподам, что они были неправы. И он достоин продолжить обучение. Чтобы его взяли повторно. Чтобы он повторно сдал экзамен. А вдруг повезет. И поэтому в этот бой он зашел. Хаос тем временем вышел в Т-3. В отличие от космодесантника, который построил завод. И сделал дредноуд. Что он собирался с этим дредноудом на бою вытворять. Только ему, наверное, одному известно. На Удюку войск фактически нет. Он наделал бесплатных воинов. Сделал им апгрейд. И через турели лорда Дефиса качаем аналит. И уже после его поднятия он собирался атаковать. Это было почти очевидно. Естественно, сейчас. Тогда не видно было ничего, что происходит у него на базе. Поэтому я пошел смотреть. Через, видите, ложных воинов, которых циферило сделал. И пошел светить. Мне нахер не нужен был хаос. Мне нужен был некор. А хаос, кстати, побежал в атаку. Я уже раскачался достаточно серьезно. Две главки. Поэтому опасностей со стороны хаоса практически не было. А он со стороны некрона, она была. Он мог спереть пехоту. Он мог пробросить десант через ложный монолит. И вот монолит, кстати, поднимается уже. Контролирую проход на... ...точку реликта. Но он нападает пока что на космодесант. Решил избавиться от... ...чувака напротив. А я видел, что хаос, в общем-то, уже дрался с некроном. Я думал, что он на него так и пойдет. Типа мстить за разбитую турель. Но там вроде как-то что-то не так все пошло, как я рассчитывал. Я нападаю на некр, думаю, сейчас хаос поддержит. Типа брат хаос поддержит, а хрен он там валялся. Кидаю орбитальный удар, отбрасываю лорда. Но он не теряет нужного количества хп для того, чтобы... ...невидимость слетела. А вот подойти достаточно сложно через эфирил, потому что монолит отбрасывает. И если до лорда не достать, то он так и будет стоять в инвизе. И вас разбирать. В том числе и другие отряды могут быть тоже под этим инвизом. Так, вот хос, вы видите, летит. Он тут разглядывает окрестности, но не понимает, что происходит. То есть, ведь чувак не разобрался, почему его расстреливают из темноты. Какой-то зеленый хрен. Для него это было шоком, после которого, возможно... Он удалил игру. Кстати, а может быть, стал чемпионом мира, кто его знает. Наоборот, разозлился и разобрался окончательно. С легкой сложностью. Играя. В общем-то, хаос. Витя перестраивает... ...врата демонов. Он поставил сначала их на выходе. Потом он подумал, что у него отсюда крабы не вылезут. И ему пришлось разрушать их здесь. И строить их вдали. То есть, он потерял еще кучу времени. На перестройку. Так, нет, смотри. Нашел черепок. Нашел черепок-космодесантник. И полетел вперед. Но проблема в том, что черепок его видит. И он тут же его теряет. Пытается комбинировать атаки через черепок и через глайдеры буря. Но снова он теряет подсвет. И теперь по его войскам пошел наяривать монолит. Про который он благополучно забыл. И стоит, наблюдает, как они у него дохнут. Давай, не крону. Очки статистики. Вот опять попытка чудесного прорыва. Вот он прибежал, в общем-то, к монолиту поприветствовать его. Отдать ему в дар целый отряд космодесайнеров вместе с командором. Никакого Т3 у него нет. И, в общем-то, даже и не пахнет мне центром орбитальной связи. Никакими там вихрями и прочего. До этого он пока еще, видите, просто не дочитал. И выходит вперед дредноут. Дредноут поддержки. Опять без освета все это идет. Я опять толкаю, в общем-то, ФВ. Ложных. А Дюк пытается... Дюк пытается... Овладеть командором. Понятно, правда, зачем. На хер ему командор сдался. Все делает ложный монолит. А, стоп. Монолит, это, кстати, не ложный. Это настоящий, а ложный вообще на базу прилетел. Что-то... А, ну да, вот он перепрыгнул и сразу его сделал, моментально телепортировал. И перекидывает все свои войска ко мне на базу. То есть он забил болт на космаря. Он-то прекрасно понимал, что он абсолютно нулевой и ему никак не угрожает. И ему надо было разобраться с сильным противником. И вот пошла атака. Но для Тао, раскаченного некор с такими десантами на небольшой карте, это херь полная. То есть он убивается довольно легко. Если у вас есть ресурсы и заполнен лимит, то большой проблемой не составит. Но проблема ведь в том, что они скрытые. Он их скрывает частично. Где эфирил, кстати, был? Эфирил был вообще на входе. Лорд уже растрансформировался. Да, и вот я побежал светить. Видишь, что он уже принял обычную свою форму. Но, кстати, он понес потери и по ХП они засветились и так, без подсветки эфирила. Или нет? Нет, он просто решил перепрыгнуть и прикрыть свой настоящий монолит. А с другой стороны хаос атакует. Видите, решил, решил половить рыбку в мутной воде. И напал не на некра, а напал на меня. И еще атака вдвоем идет. Но, тем не менее, ресурсы все еще были. Приток был хороший, я не потерял точки. Вот только сейчас точка на выходе разваливается. Поэтому серьезных проблем, в общем-то, здесь не было. А вот подойти к нему... ...составляло... ...проблему. Вот он потерял почти половину ХП. И сейчас невидимость будет ликвидирована у него, пока он не восстановится. И он вообще отступает и бросает свой монолит. А делать уже ничего нельзя было. Не мог телепортировать, слишком большой, он понес повреждения. Хаос продолжает поднасирать мне с горы в этот момент. Приходит курица, идут крабы. Курица блокирует эфирила для засвета. И ближе подбегать тоже было очень опасно, потому что могли его застрелить. У него уже больше план ХП не было. Так, Хаос садится в свою ринку и пытается отступить. Но потери были, потери были по пехоте. В общем-то, и вот потеряна была точка. Я ее сразу застраиваю. Дюк ремонтирует свой монолит и пока больше не помышляет даже об атаке. Так, а что тут за... Халюкомания, сразу две турели. Короче, одна у него здесь стоит, а не две. На самом деле это просто баг реплея. Но турок он тут настроил по всей горе достаточно много, чтобы никто его не протоковал. На запас ресурсов. Хотя я не думаю, что у него было особо много аресов. Сейчас посмотрим. Так, у Хаоса 1600. Да, он почти на пределе играет 200-300. То есть ему надо еще копить на поднятие монолита. Это была атака вабанг, можно сказать, которую он просрал. Ну, здесь есть энергия, но нет влияния. И нихера ничего не прокачено. Генератор вообще не улучшен. Вдать, плюсики не нашел космодесантник. В генераторах не успел заглянуть в них. Так, курица сражается с принцем. Идет вязать облитераторов. И я продвигаюсь все дальше и дальше. Кидая орбитальный удар, и Хаос начинает разлетаться. Зря он полез на меня. Лучше бы он лез на Некрона, дольше бы он просуществовал в этом бою. Учитывая, что у него было всего три точки. Была очень амбициозная атака. Но он, видите, хотел напасть вместе с Некроном. То есть Некрон бы меня ослабил, а он бы потом добил. У него был такой, я думаю, план. Но он просто не знал, что ему противостоит необычный Тао. Сын Кау Йона. Тао, который убил столько хаоса, сколько у него боев не было. Даже 39 тысяч лет назад. Рвется он. Берет в атаку, убегает с оплой ХП и Фирил. И сейчас очень везет, потому что удар не по нему проходит. Буквально бы одного хватило, чтобы убежать. Хаос. Бежать ему в варп, я имею ввиду. Угибает принц. Хаос рвется, рвется вперед. У него есть... Не, у него Т4 нет. Мне показалось, что у него лазерными уже стреляют танки. Но это были облитераторы. И вот из-за его атаки я не смог сейчас добить... Добить не смог Некора. Надо было, конечно, атаковать раньше хаос. Но я рассчитывал, что он мне поможет. Наоборот, с Некроном его ослабят. А в итоге получилось все наоборот. Но тем не менее, ресурс тоже на пределе по влиянию. Энергия и есть. Несмотря на прирост 280, оно все на пределе. Очень много уходило на пополнение дронов. И на добавление войск. И все еще не полный лимит по пехоте. Я добиваюсь здесь облитераторов. Но и остаются два краба, которые, в общем-то, без саппорта остались. И вынужден был делать следопыт. Потому что слишком много было инвиза у хаоса и у Некрона одновременно. Одним эфирилом здесь нихрена не просветишь. А Некрон пошел добивать космодесантник. Решил овладеть его респом, пока я разбираюсь с хаосом. И он понял, что так просто там не получится. Закинув десантик, прорваться. Нужно изобретать что-то более серьезное. А тут вся база ведь утопает в дронах. Причем это дроны, которые заказываются отдельно на заводе. Это не дрон из предвестника. Они не исчезают. И пехоту они ликвидируют крайне быстро. Ну и вот хаос поиграл. Как я говорил, зря он полез. Надо было ему сидеть, тише воды, ниже дровы. И пытаться отковать Некрона. Правда, уже постфактум, когда он уже проиграл, пишет ГГ. Я бы не называл это ГГ, конечно, с его стороны, но... ГГ-то ГГ для него. ГГ-то когда-то выиграл, и... Бой получился супер зрелищным, удалительным, мясным, эпичным, масштабным. Но для меня это не ГГ. Если только ГГ воспринимать как говно игра. Так, на меня кидают стан. Я кидаю удар орбитальный, но... Немного не забежал в центр до броска невидимками. Поэтому очень фиговско получилось. То есть я хотел забежать, чтобы их не зацепило. И не добежал буквально пару миллиметров. Но, тем не менее, проброс произошел. Небольшие повреждения Некр получил. И не успел он добить, видите, Космаря. Практически он уже владел его базой. Там уже вставали считанные секунды. Но моя атака путает Дюку все планы. Под станом, видите, стоит опять Кротокс. Не может бить. Очень много он тут... Наделал антипеха. Как раз и против Космаря, и против меня. Но против Тао это не работает. Это не работает, потому что Тао сверх... Вверх мощный антитех невидимый. Короче, может и застанет. И, в общем-то, он... Не крону с ним бороться лучше с вежаками. В большом количестве пытаясь повязать. Ну, уничтожители, да, там, типа, помогать должны. Но все это должно, опять же, быть под давлением Монолита, обилок Лорда и прочего говна. Потому что просто в лобовую Некр Тао не прожмет. Вот, ну, примерно вот такого говна создается опять лжец. И сейчас будет опять попытка похитить пехоту, наверное. Правда, он что-то пытается похитить Кротокс пока что. Потерял дюк контроль над этим своим лжецом. Нелал, он перепрыгивает. И сейчас... Сейчас захватит. Да, захватывает несколько отрядов. Конечно, очень печально. Потому что... Потому что свои же стреляют по своим. Сейчас я вообще огонь отключаю в этот момент. Или лучше всего бороться с лжецом, это иметь три танка. Это надо все успеть это контролировать. Два Монолита создается, один настоящий, другой ложный. То есть он создает лжеца, он прыгает к вам. Но даже до момента прыжка надо уже успеть посадить в танки. То есть вы сажаетесь в три танка, и у вас шесть отрядов пехоты полностью отключаются. Невидимых он, по сути, может и не увидеть, вы можете поставить их в режим... Ну, если корченых не засветит, вы можете поставить их просто в режим неактивного огня. Чтобы он их не нашел и не попытался подсветить. И еще одна... Нет, уже не была попытка телепортироваться. Телепортировать войска до него практически их и не было. А Космар захватывает свою базу. Он потерял главку, но не сдается. Сдается внезапное спасение. Приходит, и Дюк начинает кидать свежаков, но уже слишком поздно. Курица пытается разобрать монолит. По сути, это ложный, наверное, стоит перед настоящим. Но его тоже надо было все равно разбирать. И остался очень мало турелей. А, он поднял. То есть он не телепортировал. Он, короче, поднял сферу воскрешения от своих воинов. И пытается дальше мне долбанить по базе. Но я уже приехал и пытаюсь все это говно расстрелять быстрее. Так вот, короче, вы спасаете 6 отрядов своей пехоты. Он бесполезно бросает, по сути, лжеца. Плюс, если он еще перепрыгнет к вам на базу, вы можете быстрее доехать. Поэтому эти танки очень ценны. Скаты, несмотря на то, что они, ну как, боевые единицы не особо эффективны на последних тирах. На начальных еще да, но на последних нет. Но как невидимый транспорт, способный еще и стрелять, они очень хорошо сгодятся. И монолит идет настоящий. На меня наступает. Лимит по-прежнему полный по пехоте, почти полный по технике. База была тут достаточно серьезно раздамажена, но она не была уничтожена. Катастрофически. То есть я не понес, видите, проблем с лимитом. И здесь уже начал строиться на базе второй у Хаоса. Теряю реликт. И здесь фактически две точки, реликт и точку. Теряю казарма, но это незначительный был урон. Он зато потерял кучу времени, пока я наступал на его главную базу. Потерял две точки, а захватил при этом лишних три. Реликт мне был нахер не нужен. Я его мог восполнить дронами или танками. Как я делаю, например, предвестника. Но на него было очень мало ресурсов. То есть запас был минимальный, чтобы с него спамить. Центра занимаю. У него опять невидимый монолит. И снова потихоньку ползет. Но ресурсов у него тоже было мало. Он терял до хрена. А Космар сидит, сидит, выжидает. Все еще надеется на победу. Наверное, он надеялся, что кто-то из нас победит, а потом вылетит. И он таким образом одержит верх и сможет позвонить в канцелярию Белокаменной Академии. И сказать, я победил. Вы, мудаки, меня отчислили, а я победил крестоносца. Так что давайте, принимайте быстро обратно. Быстро, урода, принимайте. А то напишу жалобу верховному инквизитору Даркхамеру в Империум, так сказать. Он вас там покурает. Где Фирилл какой-то мотает. Фирилл что-то стоит, ничего не делает. Ему еще и дают в щик, кстати, наверное, еще и убьют. А, да, его еще и убили. И подсвет так и не состоялся. Непонятно, где тут были разведы совершенно, которые вроде как были. Но они где-то сдохли. Они где-то сдохли и снова нет подсвета. Снова пытается через инвиз продавить. Нзюк. Самое главное, что войска потеряли мораль. Теперь разбираюсь как картонное говно. Несмотря на всю свою металлургию и оптику. Несмотря на все свои 4 900 общего АХП. Ну, 4 900 у них когда и Фирилл выходит. То есть он реально дает прибавку, буст. А без него, как видите, 3 300 это с улучшенной металлургией. Но Фирилл уже готовится. И вот 4 944. То есть он дает, считайте, полторы штуки ХП для Тао в Кауионе. Это очень серьезно. Без него и без Кауиона пехота Тао это просто картонное говно. А здесь они уже могут терпеть какой-то худо-бедный урон. Хожу я ближе, начинаю расстреливать его посты. Знаешь, сейчас уже и Фирилл, вот уже он набегает. И сейчас будет засвет. Еще эта танка достает, видите. Дотягивается дальнобойным хоботком зеленым. Так, Фирилл бежит. Но проблема в том, что если некор контролирует его подбегание, то он может его отбрасывать постоянно. И, в общем, засвет будет... Не... ПОСТОЯННОМ. Так, и что он здесь стал, как был херун? Стал еще и получает пщевить снова. Вот все, пошел орбитальный удар, чем-то я там другим занимался. Наверное, передергивал на, так сказать, межгалактическом сайте. Самым известным для получения удовольствий. Вот. И поэтому... Да не, с Дюком-то я не передергивал бы точно. Если там был какой-нибудь космарь вот такой, что может быть. А тут нет. Так, кидаю орбитальный удар и еще и получают стан пехоты. Сейчас она еще и, так сказать, улетит от своего уже арт-удара. Отступает Дюк назад, но я уже атакую его базу. Атакую его базу. Он уже остался, видите, без реликтовой точки. Уничтожение монолита для него будет фатальным. Так, Косма, видите, здесь подготовил ударный кулак атаки. Уже собирается завершать бой. И звонить по интеркому. Может быть, даже самому императору жаловаться, что его не приняли. В Белокаменную Академию, когда он одержал верх. Над двумя заджетами. Потому что один победил, второй вылетел. Какая разница, победа-то она. Есть победа. Как говорится, победителей не судят. Вылетом ты победил или завалил всех, кто был на карте. Какая разница. И победил, значит, молодец. Так, а здесь у меня ведь произошел захват. И свои же дроны уничтожили свою же, в общем-то, пехоту. Опять ложный монолит, опять тянущика времени. Вот за это я терпеть не могу ни кронов. Сами по себе они, в общем-то, достаточно большое говно. Медленные. Легко убиваются. Есть куча оружия, которое может с ними справиться. Даже плазма разбирает, как никто не взял. Ставы их разбирают. С дистанции так, что они дойти не могут без дополнительного броска. Но, в принципе, они очень неприятно. И много мешаются. Немного мешаются, тянут время за счет десанта. И возрождение могут вот такое вот дерьмо творить постоянно. У вас от ТУ погибается еще один ферил. Каким-то образом он был здесь. Наверное, его замочили опарием. Замочили его опарием. Так, настоящий у него моник на базе. И... Какая-то хрена застряла. Здесь еще и курица. И приходится ступать назад, чтобы защитить базу. Видите, он на минуту, но время таки протянул. И застопорил атаку. Здесь опять инвиз. И снова нет эфирила. Надо было, конечно, делать... А, так еще, кстати, и потерян... Путь к свету у нас. Наш чудесный. И, соответственно, потерян лимит. Потерян наш лимит замечательный. И вот приходится отстраивать уже на второй базе. Тогда я не дублировал. Ну и ресурсов было не так много. Может быть, я и продублировал бы, если бы запас был бы больше. Но стоило это предположить. И теперь даже и не вывести разведчиков. Не вывести разведчиков, потому что... Лимитов-то нет. 14-15 по пехоте. Да, космос стоит. Как кремень. Наконец-то подсвечивается монолит. Это был, кстати, ложный. Поэтому можно было не париться. Он только разбрасывал. Но не наносил урона. Что у меня делает чувак с дронами? Во-первых, у меня куча дронов ушло в никуда. Это раз. Ну, я туда направил, чтобы убивать его воинов. Но это было уже минуту назад. Теперь дроны идут в центр. Но я хотел создать, наверное, здесь ударный кулак. Чтобы они не просто дохли на монолите. А все-таки нанесли урон в группе. Тут тоже контроль я, так сказать, сварганил. Овладел ситуацией. Ну и перепрыгиваю к нему в ты. Он пытается строить турели. И здесь устроить оборону. Но уже слишком поздно. Забыл уже обо всей атаке. Приходится обороняться. Исключительно только в своей базе. Лорд пока все еще целый. Но здесь Фирил бегает. И поэтому все видно. Правда, Фирил зачем-то сражается с монолитом в ближнем бою. Творит какую-то хрень. И сейчас, если бы Дюк бы его заметил, конечно бы застрелил. Но он пока, видите, не особо его видит. Да нет, вроде заметил. И пошел по нему стрелять. Пошел по нему стрелять. Фирил снова бежит. И основной монолит практически разобран. Да, он, кстати, захватил дальний реликт. Я у него снял ближний. Но он захватил дальний. Поэтому монолит он мог поднять. И набегает внезапно космодесантник. Бросается на меня. Убивает очередного Эфирила. Какая-то тут сеча идет между духами. И огнеметы вспыхивают империума. Летят самолеты. И, в общем, короче, космарь еще и, видите, жопа мне уничтожает. Целу кучу войск нападает за то, что я его спас. За все хорошее, так сказать. И атака снова заслопорена. По сути, он спасает сейчас Некрону, который уже потерял. Монолит и практически все войска на нуле поэкономить. Сейчас глянем, что там было ресурсов. Ну да, 220 у этого дохрена энергии. Но нету вообще влияния. И нет строителей, чтобы застроить самое главное. То есть он потерял же главное здание. И не хватило чуть-чуть добить здесь вот заводы, казармы. Секундная артрица не хватило дюк, чтобы его укокушать. И самое-то хреновское для него, что космарь теперь мешается. Мешается обоим. Я отступаю. Потери были понесены, но я их уже компенсирую. И делаю еще одну главку. Уже четвертый генштаб. Лежит еще один эфирил. Восполнен практически весь лимит. Решил использовать я самолет против Монолита. Хотя, вот, эти разведы наконец-то появились. Решил использовать самолет. Хотя обычно я их не делаю. Как я говорил, считаю тех, кто делает самолет полными, так сказать, ламерами за ТАУ. Но ведь 39 тысяч лет назад я считал по-другому. Что иногда они полезны. Но сейчас бы я их не взял бы в этой ситуации. Быть все равно. Я лучше бы надел бы ракетных танков. И расхерачивал бы его при поддержке пехоты. Дронов бы я точно здесь не делал. Если только, может быть, ну, как бы против пехоты. Стационарных, которые по три штуки выходят. Но не с предвестника точно. При таком количестве ресурсов это было уже слишком расточительно. Летят а самолет, отвлекают на себя огонь. Лежит снова эфирил. Уже четвертый. Кидается орбитальный удар. Да, тут как раз бьются дроны и стреляют в барракуды. Это барракуды. Они как не могут развалить. Монолит его ремонтируют. Оттягивается стальная пехота. Вроде лимит все полные. Но восемь так вот и не ощущается. Большое количество. Большое количество восемь не ощущается. Очень много стоят с тыла. Вот в этот момент, наверное, все-таки я передергил. Потому что, почему они здесь стоят, я не совсем понимаю. Что они здесь делают. И... А, слушай, тогда, может быть, игра подвисла. Потому что вообще ничего не происходит. Все просто стоят и ни хрена ничего не делают. Идут на автомате дроны. Возможно, она и подвисла. Потому что слишком затягивается эта пауза. Но хотя, с другой стороны, строители-то ползут. Строители ползут. Значит, они уже были направлены заранее. И вот-вот-вот все, войска пошли. Полетел еще один самолет. Может, я просто не стал ход монолит бросать, чтобы они там дохли. Решил разобрать его дронами и самолетом. А потом уже продавить как царь. И с другой стороны перепрыгивая вот невидимками. Все, пошла атака. Развиваться приросты стали уже более-менее нормальные. 253-185. Но лимит по влиянию по-прежнему, видите, практически на пределе. Энергия-то была. А вот влияния было очень мало. И снова, снова дюк тут пытается с тыла своими невидимыми редутами что-то еще сделать. Но для него бой. Хотя нет, еще пока не кончено. Опять СДС ЛЖ. Сайд, значит, сейчас начнется чудесная затяжка. Опять захваты пойдут великолепные. И, видите, не было. Вот только еще невидимые танки ползут. Можно было спрятать, но уже было поздно прятать. Так как отряды уже взяты под контроль. Правда, всего один отряд. Я пытаюсь отбежать, но его застрелили другие, видите, сердобольные граждане. Которые, естественно, своих бывших собратьев тут же уничтожили. Которые только сражались с ними бок о бок. Ну и тут... Так, о чем пытался украсть? Пытался украсть ската. Нахрена он ему нужен? Что он с ним собирался делать? Так, это, кстати, ложный эмоник. Потому что основной, видите, он там ремонтирует. А, и он выходит. То есть он потерял, видите, все войска. Просрал Лжица. Особых потерь не нанес. И поэтому дальше не стал сопротивляться и вышел. И остается только могучий космодесантник. Который... Митанс. Который Митанс. И, в общем-то, он бросается вперед отчаянно. Теперь-то он ждет этого вылета. Чтобы в одном месте сконцентрировалось максимальное количество войск, спецэффектов. И его квантовый ПК смог вытянуть. Вытянуть эту зарубу. А у меня нет. И я бы просто отправился в главное меню. А он бы победил. Но, видите, что-то пошло не так. И план не удается. Его пехота разваливается. Разваливается под серьезнейшим огнем. И остатки его могучей техники также уничтожаются в 25-м. И, в общем-то, космо... Космо ликвидирован. Но у него больше ничего не осталось. Ни ресурсов, ни войск. Но он продолжает борьбу. Он не сдается до конца. Ибо знает, что кара императора за предательство будет гораздо суровее, чем... Идет светящийся Пульки Тао. Пульки Тао это фигня. А вот когда император даст тебе кожаным сарамятным ремнем по жопе, это будет не очень хорошо. И погибает он, видите, как герой. Теряв все здания, не отступив и не сдавшись. Ксеносом не постучал парень. За это ему хотя бы можно выразить респект. Он, кстати, продержался дольше Дюка. Как бы не смешно это не звучало. Ну, вот такие вот итоги. Давайте посмотрим на результаты. Не идеальный бой далеко. Очень много недоконтроля. Очень много какой-то херни. Очередной раз я наблюдаю на старых репках. И просто волосы на заднице дыбом встают. 3860. То, что ты не видел в бою. Набираю я по армии общий счет. 2195 набирает Дюк. 225. Митанс. 260. Севатар. 427 я уничтожил. 425 Дюк. Все-таки на 2 юнита больше. Набил я. 51 подразделение Митанс. 48. Севатар. 399 я потерял. 351 Дюк. 134 Митанс. 67. Севатар. 29 зданий я уничтожил. 18. Дюк. 4. Митанс. 1. Севатар. 11 зданий я потерял. 25 Дюк. 10. Митанс. 6. Севатар. 610 размера армии был у меня. 300. Дюк. 118 Митанс. 72 Севатар. Клипал. По ресурсам 83-100 был у меня. 47 900 было у Дюка. 23 200 Митанс. 14 800 Севатар. Но я всегда к экономике за того, когда играю, подхожу очень скрупулезно. 39 тысяч лет назад это было не исключение тоже. По технологиям 2300 у меня. 1200 Дюк. 940 Митанс. И 530 Севатар. 89 300 общий счет у меня. 51 400 у Дюка. 24 400 Митанс. И Севатар 15 600. И бой шел 41 минуту 45 секунд. Ну довольно, кстати, долго даже для ФФА на 4 игрока. Тем не менее. В основном битва-то происходила между Некром и мной. Хаос. Ну он пытался помешать. Где-то там в середине ничего у него не получилось. Космо тоже мешался, но гораздо меньше. Только вот в последний момент он мне испортил атаку. Когда укокошил сзади огнеметами два моих отряда. И самолетами вынуждены надо было отходить в центр, чтобы его расстрелять. А потом уже снова переходить вперед. Ну а... В целом, конечно, были бы Хаос. Космар посильнее. Было бы интереснее. И там совершенно были бы другие расклады. И Дюку пришлось бы заниматься с Космо. А мне пришлось бы больше с Хаосом заниматься с самого начала. А так получилось, как получилось. Надеюсь, что вам понравилось издание. Не забывайте поставить лайк. Подписывайтесь на канал. Если еще не подписаны, вступайте в нашу группу ВКонтакте. Оставляйте свои комментарии. Что там я еще забыл сказать? А, ну да, конечно. Там этот колокольчик. Переподключайте. Включайте, если уведомления вам по какой-то неведомой причине не приходят. Потому что Ютуб глючит не по-детски. Сейчас и просмотр скручивается в последние недели. Полторы, наверное, непонятно куда. И баги с затемнением видео после обработки. Все эта хрень осталась после нового чудесного интерфейса. Который они поменяли в августе. Вот все это добро тянется до сего момента. Идет разбирательство. Там диагностики. Команда Ютуба работает по заявлениям партнерки. Но работает она, видать, где-то совершенно в других местах. А на Ютубе подрабатывает. Потому что столько времени нельзя сделать элементарные вещи. Перекодировать, так сказать. Переделать свой кодировщик с MP4 ShadowPlay'овского. И понять исчезновение причину просмотров. Причем физически. Я видел, что они исчезли на главной странице сам. Лично. Непонятно, почему это не устранено до сих пор. Да, сообщайте, конечно, друзьям знакомого канала. Сарафанное радио. Оно самое, так сказать, быстрое в наборе хардкорных элементов в казуальном море Ютуба. На сегодня все. С вами был Крестоносец. Всем удачи. Пока. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok